Добрый день! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова и в начале выпуска коротко о главных темах. Перспективы развития современной медицины обсуждают в Кабардино-Балкарии. В Нальчике открылся Всероссийский научный форум, приурочен он к 50-летию РКБ. Праздничный рок-концерт, посвященный еще одному юбилею. На площади Абхазии в честь 55-летия ГТРК Кабардино-Балкария. Живая музыка от группы «Пластик». Мамина любовь и папина забота вместо лекарств и терапии. Воспитатели дома-интерната в Прохладном возвращают в родные семьи неизлечимо больных детей. А теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня в Нальчике открылся Всероссийский форум по актуальным вопросам и перспективам развития современной клинической медицины. Вторую Северокавказскую научно-практическую конференцию приурочили к празднованию 50-летия РКБ Кабардино-Балкарии. Участие в ней принимают представители органов государственной власти, специалисты в сфере здравоохранения и общественность. В качестве почетных гостей прибыли те, кто стоял у самых истоков создания лечебницы. Открыли конференцию выставкой медицинского оборудования. Свою продукцию представили ведущие зарубежные и отечественные производители. Сама по себе экспозиция уникальна. Она собрала на одной площадке практически все новинки в области диагностики. Работа форума, по мнению участников, очередной шаг к развитию партнерских отношений и усилению перспектив сотрудничества. Открывая заседание, премьер республики Иван Гертер подчеркнул, что реализация программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарии позволила вывести лечебные учреждения на качественно новый уровень. Только в текущем году объемы финансирования по данной программе составят более 2 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных систем здравоохранения, доступности амбулаторной, что самое главное, медицинской помощи, ведется работа по снижению кадрового дефицита. А после председатель правительства Кабардино-Балкарии Иван Гертер провел очередное заседание межведомственной комиссии КБР по профилактике правонарушений. Особое внимание уделили взаимодействию правоохранительных органов с охранным бизнес-сообществом, в том числе в части предотвращения незаконного оборота наркотиков. В Кабардино-Балкарии соглашения о взаимодействии заключены между охранными организациями и 16 наиболее крупными предприятиями и учреждениями. В работе используются новые технологии и средства коммуникации. Это и послужило поводом для создания единых центров по управлению нарядами охранно-сыскных структур совместно с правоохранительными органами. Особенно эффективна такая форма взаимодействия при раскрытии преступлений по горячим следам, локализации чрезвычайных ситуаций, террористических и диверсионных угроз. Вместе с тем, профессиональную подготовку персонала в некоторых организациях нельзя считать удовлетворительной. За частые нарушения прекращена деятельность семи охранных предприятий. На заседании было принято решение активизировать работу по привлечению негосударственных структур безопасности в охрану общественного порядка. Сегодня тема развития образования активно обсуждается в российском обществе. Концепция развития математического образования по указу Владимира Путина должна быть подготовлена к концу 2013 года. В рамках реализации программы пересмотрят и финансирование дополнительного образования. Приведут ли эти меры к улучшению результатов ЕГЭ и станет ли математическое образование модным, знает наш специальный корреспондент Марина Ярославская. Математический факультет КБГУ. Чтобы поступить сюда, еще 10 лет назад абитуриенту нужно было пройти приличный конкурс. И выбор будущего студента у приемной комиссии был между отличником и победителем Олимпиады. Нынче престижное математическое образование теряет свой статус. С каждым годом у нас набор все слабее и слабее. Но, к счастью, конечно, есть группа студентов, с которым можно работать. Статус учителя математики, статус преподавателя вуза должен быть поднят на уровень, который был в советские времена. Это чисто мое такое мнение. В этом случае, конечно же, желающих будет много. Сегодня на потоке не больше 100 студентов. Конкурс в лучший год, два человека на место. Экзаменационный срез, как лакмус школьной подготовки, средний балл немного перешагивает привычную тройку. Задания по единому госэкзамену, определяющему судьбу бюджетных мест университета, серьезные испытания для выпускников, кто дополнительным занятием с репетиторами предпочел школьные уроки. Задания, которые приходят в ВГ, не совсем совпадают с школьной программой. Поэтому лучше, конечно, подучить учеников, чтобы они были готовы к ЭГЭ. Зубрить матанализ и биться над теоремой фирма сегодня стало не модно. Изменить ситуацию решили на высшем российском уровне и взялись за все точные науки разом, объединив воедино ступени дополнительного вузовского и научного образования. Финансирование научных исследований из государственных фондов научных будет доведено до 25 миллиардов рублей в 2018 году. Это увеличение в несколько раз, что даст рывок именно как фундаментальной науке, так и науке вузовской. Детей, дядь, мы все вернулись за гибель. Дворец творчества детей и юношества. Здесь математики начинают учить с трех лет. Дальше по накатанной. Через четыре года ребенок идет в первый класс со знаниями наравне с выпускниками начальной школы. Через три участвует в городской олимпиаде, следом в республиканской, а после становится лауреатом российских и международных отборов. Может быть из любого невозможно сделать от ориеного ребенка. Но попытаться можно. На правительственном уровне решили в программе госполитики. В области образования будут и расходы на дополнительную подготовку школьников по точным наукам. Через восемь лет в кружках доп. образования должны быть заняты две трети детей от пяти до восемнадцати лет. И бюджет уже готов нести 50% всех расходов центров, которые почти определены. На развитие, на разные интересные поездки, на конференции можно было пустить все эти деньги. Мы мечтаем об этом. Марина Ярославская, Аслан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария. В Нальчике состоялось первое заседание Общественного совета при Государственном комитете КБР по лесному хозяйству. Вопросы повестки дня носили организационный характер. На заседании обсудили план работы и приоритетные направления деятельности совета. Он является консультативным органом и ставит перед собой задачи по повышению прозрачности и открытости Госкомлеса. В Кабардино-Балкарии девять лесничеств. Новый общественный совет будет способствовать их развитию и поможет в решении возникающих проблем. А в Госкомитете КБР по делам общественных и религиозных организаций в торжественной обстановке вручали почетные знаки за активную работу по патриотическому воспитанию граждан и памятные медали «Патриот России». Награды учреждены военным историко-культурным центром при правительстве Российской Федерации. Памятные медали, в частности, учреждены в 2006 году. С тех пор десятки жителей Кабардино-Балкарии стали их обладателями. Сегодня этой наградой удостоено 24 человека и два учреждения. Баксанский райсовет ветеранов войны и труда и Эльбрусское отделение ДСААФ. Это люди разных поколений, но все они заняты на благородном поприще, воспитании в молодежи чувство ответственности и любви к отчизне. Подвиги не в 30-м царстве, где-нибудь за 3-9 земель, а в моем великом государстве подвигов и сказок колыбель. Ну а от нас зависит сохранить эти подвиги и передать моему новому поколению. Медаль «Патриот России» получили 8 человек. Среди них – учителя, врачи, руководители общественных организаций, представители органов власти и местного самоуправления. Награду получил и министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров. А теперь к другим темам. Ребенок непременно должен воспитываться в семье. Именно эта прописная истина подтолкнула сотрудников Прохладинского дома-интерната к действию. Вернуть родителям, когда-то оставленных ими неизлечимо больных детей, оказалось непросто, но возможно. Об уникальном опыте воспитателей детского дома в Прохладном – материал нашего специального корреспондента Альберта Корцаева. Прохладинский детский дом-интернат. 105 воспитанников. Мальчики и девочки от 4 лет до 18 и старше. Правда, пока их сверстники учатся в школе или в вузах, этим ребятам приходится постигать совсем другие науки. Как держать ложку, правильно садиться, чтобы не упасть, а иногда и просто держать туловище в вертикальном положении. Удается далеко не всем. Недавно мы научились с бисера делать деревья красивые. Это Кристина хорошо получается, Алина тоже старается. Ну, это маленькие детки у нас, Злата, Динара, они вот с пазрами. В этой группе около двух десятков детей. Они никогда не смогут ходить. Даже сидеть сегодня получается у единиц. Диагноз ребенка для родителей как пожизненный переговор. Отказаться и забыть – первая мысль, которая берет верх над всеми остальными. Большинство воспитанников Прохладинского интерната именно так и попали сюда. Но воспитатели решили, ребенок должен знать своих родителей. Ведь общение с ними иногда гораздо эффективнее, чем все лекарства и терапии. Начали искать, нашли. Троих ребят забрали домой. Если мы находим этих родителей, мы разговариваем, мы объясняем, что есть ребенок, что ему необходимо, ему требуется. И это уже как бы в принципе решение родителей. Тут уже не сколько наша работа, а сознание самих родителей. Директор скромничает. Опыт воспитателей этого интерната смело можно назвать уникальным. Ведь лечение и содержание такого ребенка занимает практически все время и средства родителей. И чаще всего без какой-либо надежды на выздоровление. Не опускать руки, советуют им психологи. Бороться и принимать любую помощь со стороны. Ребенок в семье должен находиться. Но опять-таки это должна быть помощь всех. Государство должна быть помощь. Медработники, педагоги должны обучить маму, как с этим ребенком работать. Государство таких детей поддерживает в любом случае. Находится ли ребенок дома или в интернате. Дети-инвалиды пользуются рядом мер социальной поддержки, предусматривающие и бесплатное лечение, и выплату пенсии, и еще определенные социальные меры. Все это в полной мере родители детей-инвалидов пользуются, когда дети-инвалиды проживают в семьях. По последним данным, в Кабардино-Балкарии сегодня проживают больше 4000 детей-инвалидов. Больше двух сотен из них в специализированных учреждениях. Родители есть у многих. Правда, пока одни стремятся окружить их любовью и заботой, другие пополняют интернаты новыми воспитанниками. Например, в прохладной месть несколько детей из одной неблагополучной семьи. По понятным причинам родители, которые забрали детей домой, отказались давать нам комментарии. Афишировать болезнь ребенка они не хотят. Сами же дети рады любому общению. Правда, разговор с ними полноценным не назовешь. Отвечают они не словами, многие из них разговаривать не умеют, а эмоциями. Зато очень выразительными и искренними. Да, Кантик? Альберт Корсаев, Адмир Сабанчев, Вести Кабардино-Балкария. И последнее. Пришедшие накануне вечером на площадь Абхазии зрители стали свидетелями весьма интересного музыкального события сольного концерта рок-группы «Пластик». Своё выступление музыканты организовали в рамках празднования 55-летия телевидения и 85-летия радио Кабардино-Балкарии. Организацию концерта и его информационную поддержку взяла на себя наша телекомпания. Моя коллега Залина Суанова тоже побывала на рок-концерте и спешит поделиться впечатлениями. Ей слово. Живая музыка на открытых площадках Нальчика не звучала давно, а потому послушать старый добрый рок жители и гости столицы республики пришли даже несмотря на жару. Да и группа «Пластик» нечасто радует массового зрителя. Всё больше играет для проверенных слушателей. Такая в коллективе политика, признаются ребята, выступать редко, но по возможности метко. Очередной концерт посвятили юбилейным датам телевидения и радио Кабардино-Балкарии. Мы все от души поздравляем наше кабардино-балкарское телевидение с 55-летия. В программе «Вечера» композиции и известные, которым лет 15, и те, что написаны уже новым составом. Да и играет «Пластик» в самых разных направлениях. Особое место в творчестве группы занимает работа над исполнением песен на кабардинском языке. Они впервые были представлены широкому кругу меломанов. Были эксперименты раньше, вот фолк-рок сделать, мы немножко не в том направлении. Мы делаем хард-рок классический, хард-рок просто кабардиноязычный, без элементов национальной музыки. И получилось, нет, конечно, сегодня зрители видели. Но я думаю, язык и направление этой музыки сочетаются неплохо. Два часа живой музыки и драйва зрители довольны, даже те, кто не совсем понимает рок. Абсолютно гениальный концерт, старый добрый хард-рок, тот формат, в котором нужно заниматься музыкой. Впечатления самые хорошие. В общем, ребята отыграли на ура, качественная музыка. Хорошо, замечательно. Тоже побольше бы таких вечеров. Рада слышать этих ребят. Музыку не очень такую люблю рок, но они прям потрясающе сыграли. Очень понравилось. Играли от души, признались музыканты по завершении концерта. Что будет дальше, покажет время. Одно известно точно. Пластик претендует на звание флагмана республиканской рок-сцены. Залина Суанова, Марат Татруков, Атмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. К этому часу у меня все. В 17.30 в эфир выйдет тележурнал «Северный Кавказ». Ну а мы с вами увидимся уже в 20.30. А я напомню, что все новости нашей программы вы можете найти также на сайте вести.кбр.ру. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!